здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала про цветок в этом видео с вами я пашкевич анна и сегодня мы поговорим о том как правильно высевать лук сивок перед тем как мы начнем обсуждать посев лука сивка следует напомнить что кроме лука сивка есть лук воборок и лук чернушка чем же они отличаются чернушка это черные семена которые как правило мы покупаем в пакете мы высеваем их и где-то к середине августа месяца выбираем лук сивок если у нас лук сивок больше чем 2 сантиметра в диаметре то это уже называется лук воборок как правило на будущий год когда мы принимаем решение какой лук в высевать то конечно следует брать лук сивок оптимального размера поскольку лук воборок который большего размера он будет стрелковаться и не будет должного урожая соответственно первое и самое важное это откалибровать свой посадочный или посевной материал и выбрать луковицы относительно одинакового размера полтора два сантиметра в диаметре максимум второй немаловажный момент который следует соблюдать при высевал лука сивка это обработка посевного материала для того чтобы предупредить развитие различных фунгицидных заболеваний следует замочить посевной материал в различных растворах например приготовить растворы из пяти столовых ложек соли на 1 литр воды выдержать лук сивок в данном растворе в течение двух часов также можно выдерживать посевной материал лука в растворе марганцовки чтобы концентрация марганцовки была насыщенного рубинового цвета выдерживать растворе калий марганец о4 можно на протяжении четырех пяти часов после того как мы выдержали наш посевной материал дезинфицирующих растворах можно сразу приступать к высеву а можно при необходимости сложить его в пакет и высевать на следующий день третий немаловажный момент при высеве лука сивка это глубина заделки луковицы она в идеале должна быть равна двум размерам луковички если мы будем высевать лук сивок немного погрузив его в землю то по мере того как он будет уходить корневой системой надземная часть будет пересыхать и таким образом мы также не доберем в урожае схема посадки лука сивка будет определяться сортовыми особенностями в среднем это 8-10 сантиметров между луковицами и в районе 20-30 сантиметров между рядами пятый важный момент при посеве лука сивка это почва а именно ее верхний слой поскольку у лука устойчивая мочковатая корневая система он не уходит глубоко в почву поэтому важно для него подготовить именно верхний почвенный слой а это 20-25 сантиметров обеспечив его должным питанием путем внесения в почву при необходимости дополнительных элементов например внести биогумус или компост 6 момент на который стоит обратить внимание при высеве лука сивка это то место на участке которые вы отведете под данную культуру лук относится к светолюбивым культурам по этой причине если вы будете высаживать его в теневые участки на своем огороде он может стрелковаться или образовывать толстую шейку есть даже такое понятие как толстошейный лук чем чревата толстая шейка как правило такие луковица они достаточно долго высыхают и даже могут загнивать и как правило плохо хранятся седьмой и завершающий аспект при посадке лука сивка это сроки стоит помнить что лук относится к холодоустойчивым культурам но при продолжительных возвратных заморозках он впоследствии может стрелковаться по этой причине необходимо выбирать оптимальные сроки высева конкретно для ваших регионов что касается беларуси то лук на сивок можно высевать середины апреля до пятых десятых чисел мая на этом я с вами прощаюсь оставайтесь на канале про цветок оставляйте лайки не забывайте подписываться всего вам доброго а